Друзья, и мы говорим одногласно, да, вместе с Онегиной. Это мое эхо. Это DreamTown, а значит понты мимо. У нас в эфире процветает понта мимо. Понты мимо. Понты мимо. Да, тут ни о каких понтах речь идти не может, друзья. Потому что у нас серьезные талантливые люди в эфире. Максим, привет еще раз. Максвижен, я бы даже сказала. Давай я тебя буду Максим называть. Максвижен. Вот, вот, видишь. Да, да. Как нужно работать. А микрофон-то у нас на самом деле работает. Так такие вот секретики открываем вам. Максим, ты там уже поделился с нами секретом о том, что ты не только занимаешься пандомимой, не только мим, не только танцуешь. Хотя это тоже хотелось бы, честно говоря, посмотреть, как ты это делаешь. А давай попросим, Максим. Ведь брейк – это не шутки. Не каждому это дано. А ты… Гопак умеешь танцевать? Вот брейк – это что же ты постиг? Где-то рядышком. Гопак – это когда был дедушка и танцевал. Ну что, давайте авторская песня моя, да? Конечно, конечно. Песня «Держись» называется. Бросим, бросим. Ну что ж, давайте, как там у нас? Уже у нас сложился со музыкантом. Да, осуществляется. Ну что? Давайте лучше набьем. И… Ой, как достало сопли распускать. Но все-таки мне есть кое о чем сказать. Я аж верну тебя, как лист в макулатуру. И не пристало мне показывать культуру. Когда звенели стекла свидетели соседей, Какой я нахрен? Джетермен, а ты какая леди? Истерики, разборки и всякая возня. Давай мочи такое, но только без меня. Держись от меня побольше. Я не люблю и знай, что при первой встрече Тебя убью. Держись от меня побольше. Я не люблю и знай, что при первой встрече Тебя убью, тебя убью. Убью я тебя. Все, я поняла. Лучше второй раз не встречаться. Это сразу предупреждение в мягком виде. Ведь мы ничего плохого для вас не сделали. Мы же пригласили вас в эфир. Вы же теперь звезда Дримтауна. Ой, спасибо. За что нам эти посылы? Ну ладно, хорошо. А как развилась эта песня? Вот я вижу, что некоторые оттенки джаза, да? Что-то такое вот, ну не мейнстримовое, скажем, да? Нет, это точно не мейнстримовое. Это стебная песня о любви в стиле ганста. На самом деле песня уже 7 лет. Сам написал? Нет, это мой хороший товарищ, Чироки, кстати. Если он тут где-то ходит со своими детками, привет. Спасибо за песню. Мы переделали аранжировку и сделали в джазовом, не знаю, электронщина какая-то. То есть что-то сегодняшнее смешали с вчерашним. То есть вот такая вот песенка получилась. Хорошо, а есть новые новые? Вот это новая песня была. Была новая? Да, но я могу вам зачитать интересные песни. Я в Японии сочинил. Давай, давай. Вот это, кстати, мейнстрим. У меня такой рыбачок с припевчиком. Ну что, поехали, да? Конечно, конечно. Что-то там похлопайте мне. Хорошо. Аплодирую тебе стоя, после того, что было. Очередной раз покинул дом, свою родину. И надо с нее слиться, как любимая в цветах и птица в облаках. Блестящий бриллиант. В сердце его Токио и гранулы красоты. По ним плывут корабли вдоль реки. Я наслаждаюсь ханано комичи и выбираю город моей мечты. Ханано комичи, да, это в переводе с японского «дорога цветов» изменить свои мысли и мир вокруг. То есть это такая тропа. Это как сакура, путешествие за жизнением сакуры. Да, да, да. То есть это у них такая ассоциация, какая-то своя жизненная. Ну я, честно говоря, ни на секунду здесь сомневался в том, что это мейнстрим. Ну вот это такое, что-то свое. Если человек это использует, значит это в струе, значит он в теме. Ну мне так кажется в последнее время. Потому что даже там группа «Алиби», например, да? Они тоже начали такое делать, когда узнали о том, что это модно. Да. Хорошо, Максим, ну а ты японский язык выучил? Ведь это не из легких задач. Скажи, меня зовут Максим, знаешь, как английский? Меня зовут Максим, я живу в Киеве. Я там энное количество лет. Спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. Не, а нужно сказать, меня зовут. Правда, забыл. Серьезно? Да, забыл. Ты уже до Новгорода вообще в Киеве? Пять месяцев. Пять месяцев. Пять месяцев можно сказать. Ну да, японский. Ну аригато, спасибо, всегда нужно помнить. Ты понимаешь? Аригато коземасу. Аригато коземасу. Аригато коземасу. Или же шашин дозо. Шашин дозо. Шашин дозо. Это, кстати, оператор. Шашин дозо. Фотографируйте меня, снимайте, пожалуйста. Свободный. Я это запомнил. Шашин дозо. Шашин дозо. Да. Ну, можете сомневаться, он понимает у нас и по-русски, и по-украински. Не только после японского языка нас начали показывать по экранам DreamTV. Вот. Максим, ну спасибо тебе, что пришел, собственно говоря. Поимонтировал тут. Давай еще вот такое серьезное мнение твое, да, насчет шоу-бизнеса. Почему вот талантливые люди выезжают за границу? Почему у нас нет такого? Почему покидают нашу наимку Украину? Ложка дегтя. Ну, давайте возьмем правду. Платят мало. Ну, тоже и не в деньгах. А конкуренция? Кстати, конкуренция у нас же тоже большая, эти талант-шоу уже столько артистов. Действительно, реально талантливые люди в Украине, в СНГ делают театры, вообще музыку классно делают. Но просто в сегодняшней индустрии есть некие люди, которые вот так взяли и всех держат. И они просто суют свое какое-то, свое мышление, да. Но за границей немножко не так. То есть там, если человек талантливый, он подписывает контракт с лейблом, либо он идет в театр. Работы куча. То есть все востребовано. Индустрия сама по себе на высоком уровне. У нас ее вот так вот. То есть много шоу, все круто, но… А ты сам не думал работать с каким-то, например, продюсером, чтобы… Вот как ты говоришь, что есть люди, которые вот… Они держат весь шоу-бизнес украинский. Ты не думал начать сотрудничать с одним из таких людей? Честно, были возможности участвовать в шоу, но я отказываюсь. Правда. Правда говорю. Так же Украина – мой талант. Понимаешь, это тоже дополнительный пиар, как минимум гастроли по Украине может гарантировать. Ну, со стороны картинка вроде классная, но… Как бы… Внутри узнавал, как это все происходит, да? Да, немножко все… Да, и честно, мне лучше работать где-то за рубежом, либо выходить на нормальных заказчиков, да, которые понимают тему мою, музыку, искусство, да, пантомиму, хореографию, чем просто подстраиваться под нас шоу-бизнес, да. Надо нести свою какую-то культуру, и таких много людей сейчас растут, поколения, слушают хорошую музыку, развивают хореографию, цирковое искусство. Просто рано или поздно сейчас вот еще три года где-то, ну, не знаю, да, сколько, но пока будем за рубежом, и как-то здесь тоже, если здесь, то… Здесь периодически появляться, как я понимаю, да? Да, 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 и выстреливать каким-то интересным продуктом. Ну, мы сейчас пытаемся это делать. Дай Бог всем, и мне, и моим братьям, родителям, чтобы все это… Дай Бог всем. Да, чтобы эта идея воплотилась, и каждый человек нашел себя в жизни, да? В искусстве. Вообще, в любой профессии, на самом деле. Вот так вот. Вот так вот, да. Хорошо, хватит этого делать, друзья. На самом деле, все не так плохо. Мы надеемся, по крайней мере, на это. Пока мы здесь, мы склады что-то менять. Вот. Хотя бы верьте в себя, делайте что-то. Ну, и, Максим, мы тебе тоже желаем, чтобы вера в себя не иссякала никогда. Чтобы вдохновение тебя постоянно преследовало. Вот. Преследовало. В нужных местах. Да. Било по голове, по душе, по сердцу. И это давало определенные… И заманило в другие страны, кстати. Вот именно за границу. И это давало определенные объективные результаты в нашей объективной реальности для тебя. В виде денег, в виде какого-то, я не знаю, морального удовлетворения, да? Ну да. Пусть это будет так. А теперь покажи нам, как прощаются мимы. Кстати. Очень важно. Класс. Действительно. Три года назад придумали такое вот… Сейчас покажу. Такая вот идея. Аплодисменты. Максим, да. Мим от Бога, так сказать, у нас сегодня на DreamTV. Спасибо, что пришел. Ну, друзья, мы с вами не прощаемся надолго. Хотя определенного временного промежутка рекламная пауза далее в эфире DreamTV неминуемо. Аплодисменты. Продолжение следует. Действительно.